Данные по розничным продажам в Великобритании практически никак не повлияли на рынок, хотя, судя по прогнозам, должны были привести к росту фунта, а точнее говоря, к снижению доллара, в том числе и по отношению к единой европейской валюте. Ожидалось, что темпы спада розничных продаж замедлятся с минус 4,9% до минус 4,1%, однако они замедлились лишь до минус 4,7%, но предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, до минус 5,7%. Таким образом, результат, конечно же, заметно хуже прогнозов и с учетом пересмотра положения дел в британской экономике и вовсе выглядит ужасающим. Тем не менее, видно, что ситуация улучшается, причем довольно стремительно, оба этих фактора в некоторой степени уравновесили друг друга, и рынок остался стоять на месте. Учитывая, что далее макроэкономический календарь абсолютно пуст, ситуация на рынке, скорее всего, не изменится. Единственное, что может оказать какое-то влияние, так это решение Конгресса относительно налоговых каникул по налогу на топливо в США. Если палата представителей примет решение уже сегодня, то доллар под занавес торговой недели может несколько усилить свои позиции. Инвесторы любят снижение налогов, пусть и временное. Пока же мы видим на графиках, как валютная пара евро-доллар в очередной раз сократила объем коротких позиций в районе уровня поддержки на 1,0500. Это привело к замедлению неисходящего цикла и, как результат, отскоку цены вверх. Движение цены в рамках амплитуды между 1,0500 и 1,0600 сосредотачивает на себе обильное внимание спекулянтов, что соответствует процессу накопления торговых сил. В итоге замкнутый цикл завершит формирование, что приведет к ускорению и укажет на последующий путь относительно диапазона. Сигнал к действию возникнет в момент удержания цены за пределами той или иной границы на дневном периоде. Что касается британской валюты, то пара фунт-доллар уже как неделю движется в рамках широкой амплитуды 1,2150 и 1,2320. Это колебание цены указывает на замедление коррекционного хода от района психологического уровня на 1,2000. В то же время сигнализирует о характерной неопределенности среди трейдеров. Движение цены в рамках флета по-прежнему актуально на рынке, поэтому нельзя исключать очередной отскок цен от его верхней границы. В качестве основной стратегии трейдеры рассматривают тактику пробоя в той или иной рамке установленного диапазона. Торговые рекомендации исходят из тактики пробоя. Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1,2325 на 4-часовом периоде с перспективой хода к 1,2400. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1,2150 на 4-часовом периоде с перспективой хода к 1,2200. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс, и мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через пару часов.